Дорогие девочки, подписчицы мои, уважаемые мои любимчики, и девочки, и мужчины, которые любят мой канал, любят то, как я трактую для вас, даже прогнозы, наши сеансы с вами по разным вопросам, но в основном на любовь и отношения, и также на ваше духовное саморазвитие, а также на то, что есть ли у вас способности магические, девочки. Ребята, не обижаемся, для девчонок сейчас будет сеанс. Дорогие, вот вам сигнификатор «Верховная жрица». Определимся, какая вы жрица на данный момент, что вам нужно, на что обратить внимание на ближайшее время. А вообще, девочки, какие энергии сейчас будут вам в помощь, какие вообще витают, пока у нас сигнификатор «Верховная жрица». Смотрим на Верховную жрицу, девочки. Погружаемся, начинаем. Делаем отсчёт от одного до трёх. Глубокое дыхание, вдох-выдох, медленные. Закрываем глазки. Отключаем внутренний диалог. И теперь закрытыми глазками на внутреннем экране ставите образ «Верховная жрица». Вспоминаем, визуализируем. Потом каждый из вас может написать свой образ, который вам пришёл под видео. Это важно. Это та информация, с которой вы должны работать. Если ничего не пришло, то, девочки, вам нужно развивать свои способности. Кому хорошо пришло, значит, у вас есть очень хорошие уже намётки, намёточки, хорошая возможность развить способности. Вот смотря, как вы чётко очертили, и каждая жрица для вас должна прийти индивидуально. Даже если вы будете вот этот вот образ изображён на карте, пытаться чётко визуализировать. Тогда у вас у каждой должны будут быть свои нюансы, своя индивидуальная жрица на вашем внутреннем экране. Хорошо. А теперь загадывайте, девочки, образ, какой бы вы хотели увидеть сейчас себя в ближайшее время. Прямо нарисуйте себе одежду. Какой образ вы бы хотели видеть? Бизнесвумен, принцесса из сказки, белоснежка, например. Может быть, вы видите себя в образе голливудской дивы. Или же труженица с отбойным молотком. Девочки, вот то, о чём вы задумали, скорее всего, идёт у нас по аркану дьявол. То есть, хотите либо привязать с помощью этого образа кого-то к себе, либо то, о чём вы мечтаете, не соответствует на самом деле вашим реальным потребностям. Здесь идёт желание власти. Вот ваш образ, который вы сейчас создали. Желание собственничества, желание манипулировать. Понятненько, да? И идут какие-то низменные инстинкты и интересы на тот образ, который вы себе создали. Даже если он прекрасен. Думаем. Наша задача с вами сейчас не подстраиваться под то, что вы хотите, а увидеть критичность картинки. То, что вы думаете, вам нужно, на самом деле имеет совершенно обратную сторону. То, что вы увидели, идёт от дьявола. В общем-то, да? Дальше. Сейчас вы должны представить мужчину. своего мужчину или мужчину своей мечты. И представьте, что вы хотели бы его видеть в определённом образе. Представьте, в каком. Представили? Это недолго. Принц, дальнобойщик, бизнесмен, домашняя фея, которая всё делает, всё, абсолютно всё. и прибраться успел, и покушать, приготовить, и вас на ручках поносил, и денежку принёс каким-то волшебным-волшебным образом. А может быть, вы его видите в роли доктора Айболита, либо простой сантехник. Ну, давайте. Может быть, сказочный персонаж. Всё, что угодно. Представили? Девочки, вот такой мужчина к вам примчится. Точнее, не сразу примчится, но он к вам придёт. Этот образ, который вы представили. Он сейчас прямо в золотой колеснице катит к вам, но пройдёт какое-то время, очевидно, да, потому что сейчас немножко с дороги тут позакрыты у вас, да, как бы колесница, не вовремя. Вот тот образ, который вы увидели, тот к вам придёт. Мчит уже к вам. Девочки, вот мчит один, да, если у вас ещё кто-то, кто мог бы вам, как женщине, допустим, понравиться, помочь как-то в жизни, да, ну, давайте подумайте, кто ваш друг. Вот прям не любовный-любовный мужчина, а вот чисто друг. Кто бы это мог быть? Представьте. Ну, каким бы вы хотели видеть своего друга? Может быть, у вас есть такой вот настоящий мужчина, да, друг какой-то. А может быть, у вас есть человек, вы заприметили какой-нибудь профессор, вы хотите, чтобы он был вашим другом. А может быть, вы хотите, чтобы вашим другом был депутат какой-нибудь. Или вовсе там, я не знаю, ну, плюшевый медведь. Задумали себе друга? Давайте смотрим. Девочки, ну, конечно, мы с вами дурачимся, конечно, мы с вами дурачимся. Вот это небольшой такой тест. Расслабьтесь, девочки, вам всё доступно. Другом может быть и плюшевый медведь, и реальный мудрый человек в вашей жизни. А может быть, тот придуманный, да, с кем вы общаетесь. Как говорит одна моя хорошая приятельница, с моим воображаемым бойфрендом у меня всё отлично. Девочки, вот сейчас у нас такая сонастройка прошла. Немножечко расслабились, нет? Кому было понятно, кому непонятно, неважно. В общем, тот, кто в теме, тот сейчас с удовольствием, с удовольствием немножечко вот так мы с вами разыгрались. Кто не в теме, да, и фыркать не надо, найдите для себя что-то более интересное. Если ставите дизлайки, то вам по носу обратно, то вам по носу обратно, обратно идет, да, а тем, кто всё хорошо понял, девочки, ну, конечно же, сотни улыбок, тепла и плюсиков для вас. Девчата, давайте начнем работать. Итак, ваше настроение в ближайшее время. Второй богинь, союз богинь, для вас вышло десятка кубков, то есть настроение на ближайшее время изобильное. Думайте о хорошем, думайте о прекрасном. Что нужно визуализировать? Богатство, дом, полная чаша, семью, можем мечтать сейчас. Вот. Дальше. Энергия, женственности, женственности, волны, тёплые, мягкие, не резкие, не холодные. Острые углы обходим. Идёт сглаживание острых вопросов. Так, хорошо. Девочки, что ещё? Что ещё вам нужно и важно для вас? Пока для вас. Мужчину мы потом посмотрим. Сначала вы. Девочки, прекрасный аркан, отшельник. Самое время набраться мудрости. Набраться силы. Если вы одиноки в данный момент, это время магического набора своего ресурса. Возрастает ваш потенциал, потенциал вашей мудрости. Вы идёте правильным путём. То, что вы сейчас одна печалится, переживать не надо, это самый удачный момент. Понятие себя для понимания, что же вам нужно лично вам. есть момент, если есть недопонимание с кем-либо, может быть, с мужчиной, может быть, вы только расстались, разошлись. Девочки, скажите спасибо, что у вас есть возможность сейчас спокойненько разобраться, что желает ваша душа, что вам нужно сделать, чтобы укрепить свои позиции, свои личные. Вот здесь у нас идёт изобилие, забота и прочее, прочее. И тут же идёт, что нужно думать о себе, девочки, любить себя. Не нужно никуда торопиться, не нужно никаких резких движений. Здесь, возможно, мудрость, она и сама к вам как-то придёт. В таком, знаете, не совсем в глобальном ключе мудрость, мудрость. Может быть, даже решение какой-то проблемы вам придёт инсайд, мысль. Вы поймёте, что вы, может быть, кто-то учиться захочет, да, чему-то новому. Возможно, вы сейчас прям кайфуете от того, что есть возможность побыть немножко одной, да? Так, давайте теперь смотрим, что в плане мужчины, какие мысли, может быть, какая линия поведения должна быть, что нам покажут. А, девочки, ревность и собственничество. Вот теперь понятно, отшельник, да, что лучше уйти в отшельника, действительно побыть одной и разобраться в отношениях. Девочки, у вас может быть такой, знаете, как бег по кругу. Вот как раз-таки неразрешимая проблема. Или это проблема одиночества, или с мужчиной у вас идёт собственничество, передёргивание одеяла на себя, либо вы ревнуете, человек может быть не свободный, вырваться вам никак нельзя. Ну вот, пожалуйста, ваша схема. Мы загадываем счастливую семью, счастливое будущее, всё прекрасно, изобильно, мудрость, внутреннее, внутреннее одиночество на какое-то время, чтобы понять, куда я иду, как мне правильно идти. С мужчинами, да, есть проблема. Как раз-таки, вы знаете, мы идём от обратного, от обратного. Так, а давайте теперь подумаем. Мужчина о вас вспоминает, подумайте о мужчине, о каком-либо, и давайте подумаем, он вас вспоминает, если вспоминает, то что? Девочки, ваш мужчина видит вас прекрасной Афродитой, которой от него нужны только деньги. Да? Он видит немножечко вас в перевёрнутом свете на данный момент, поэтому мы подтверждаем, нужно уйти в отшельника, нужно, вот эта белка в колесе, нужно вырваться из этого круга. Возможно, и он вас ревнует, не просто вы его. Но он также считает, что вы прекрасная фея, обворожительная, которой нужны деньги, 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 мани, тугрики, кроны и фунтики. Вы любите себя, как он думает, да? И вы любите и знаете, как сделать свой быт, своё пространство уютным. Но он считает, что вы всё-таки всё ставите на сундук с золотом, с бриллиантами. Что-то обижен, что-то он на вас обижен. Давайте ещё посмотрим, что ещё он думает о вас. И пока нет какого-то развития, приехать не может. Он говорит, не надо ни беги никуда, или же сам не хочет бежать, бечь. Так, а что он думает о вас перед сном? Девочки, перед сном он думает о том, что у него очень много проблем. И если есть ещё какие-то женщины всякие разные, то вы для него самое главное и самое важное. Очень острая, очень такая иногда деспотичная бываете, королева огненная, и в то же время за словом в карман не полезете, ему ещё навтыкаете. Вот что он думает о вас перед сном. А что он думает, когда он находится на работе? Давайте так, у нас же сейчас вольный такой, лёгкий просмотр. Мы сейчас что хотим, то и воротим, чисто по-женски. Мы же богини. Ёпт. Ну да. Так, что для нас надо? Девочки, вот здесь как бы не было сейчас вот такая закрытость, видите, а одной побыть надо, и закрытость идёт. Есть выход. И в любом положении бабочки, цветочки, кайфуйте от того, что есть здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Значит так, давайте, что вам нужно сказать вашему мужчине, который есть или которого нету, что бы вы хотели сказать? Какую энергию отправить? Вызрите, какая воительница, разрушение, девочки. У многих разрушение произошло и сказать, что всё, дорогой, я так больше не могу. Вот в таком виде, в котором есть, знаешь-ка что? Вот так-то тебе, да? И вот это я всё уберу, но я хочу по-другому, я хочу по-новому. До основания, а затем всё будет классно. Девочки, очевидно, вот прям обида, у многих проиграется обида на мужчину, либо надо действительно в том виде, в котором есть, но уже невозможно. Чуть-чуть психануть, как бы, да, придётся. Что бы вы хотели сказать, да? А на самом ли деле, вот на самом ли деле вы такая воительница? Сможете вы это ему сказать или нет? Как вы? Ой, на самом деле такая романтичная, с другой стороны немножко жёсткая. Вот здесь мне всегда напоминает на девушку, которая вот прям сказочная героиня какая-то девчата. Несмотря ни на что, она готова уходить от всего, что уже скисла к новым берегам. Как бы ей тяжело не было. Готова сама разбросать своих любовников, нафиг всех позабросить. И как-то этот важный капитан пойти к своим берегам, своим ходом, сама у руля взять этот руль, штурвал в свои руки. Так, вот что на самом деле это, оказывается. Я-то сейчас думала, сейчас нам что-то такое мягенькое покажут здесь. Ну, это вот такая атмосфера на ближайшее время. Что бы вы хотели сказать, если есть какое-нибудь выражение, может быть, любовница или его, или же там другой, другой женщине, да, с которой он мутит, мутил, может, вас обманывал. Давайте посмотрим, что нам покажут. Ча-ча-ча. Сказать, слушай, дорогая, как хорошо, забери свой чемодан без ручки, да, как же мне классно, я торжествую, я на коне, я победительница, я всегда в прекрасном состоянии. Вот это йо-хо-хо, ча-ча-ча и прочее, да. Ну, смотрите, какая вы радостная. Переходящий знамя, переходящий кубок. Возможно, вы радуетесь, девочки, если мужчина к вам пришёл, а вы сейчас рады, да, что он с вами, либо же он с ней, но вы в любом случае радуетесь, как бы то ни было. Ну, молодцы, хорошая позиция. Есть здесь немножко, да, такая вы, вы разная, вы страстная. Мы сейчас осмотрим, да, что можно делать, чего и как, какие энергии бродят. Вот небольшой арканчик, да, казалось бы, посмотрите, какая мучка, какой вулкан страстей. Дальше, девочки, даже если в другом, в чём-то вам надо быть и отшельницей, так, ну, давайте ещё. Давайте так, что-то в финансовом вопросе у вас поменяется, в лучшую, в худшую сторону. Здесь надо что-то, интеллект включать, голову включать, руками, конечно, можно деньги зарабатывать, но вам надо ещё продумать стратегию какую-то, да, холодность, критичность включить, переменчивость, лёгкость к переменам. И ещё, не пытайтесь кого-то переделать, начинаем всегда, девочки, с себя. С себя. Если хотите что-то изменить, нужно начать изменять себя. А ещё давайте вот что спросим. Дальше по финансам. Чуть много чего спросили. И ещё. Давайте просто, какая вы, вот какой ваш ещё, ещё ресурс или потенциал, на что обратить внимание, на ближайшее время. Ой, прекрасная карта, девочки. Тоже изобильный, примирительный. Это тоже, по мне, так это тоже Афродита. Женщина, рыцарь, чаш. Тут немножко есть свой нюанс, но я его сейчас не буду озвучивать. Мне вот хочется, чтобы это было легко и красиво. И действительно, девочки, по-женски, по-женски. Можете угодить, с одной стороны, всем, идите кувшин и чаша, всё, что хочу, и немножко себе на уме. И красотка. Вот, что бы ни было, всё равно красотка. Какая бы, всё равно я красотка. Идёте спать, я красотка. Утром встали, умылись, я красотка, посмотрели в зеркало. Никогда не видела лучше красотки. Всё. То есть здесь, где надо ум подключить, где надо честь и совесть, как говорится, да, и спляшить ещё. Вот тут вот, что касается красоты, и вода, вода, вода. Заговорчики поделайте на воду для себя, для красоты, для свежести. Вот природная магия, очень даже, которая хорошо с водой, очистительные процедурки какие-нибудь поделайте. Девчонки, ну что, мои дорогие, обнимаю вас. Если хотите вот такие вот для себя прогнозики, сонастроечки, лёгкие, ни к чему не обязывающие, с юмором, пишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам, то, что отношения надоели, всё, столько можно в мужиках, там уже, уже тра-та-та-та-та-та-та. Делаю что-то не такое, как обычно. Мало просмотров. Будет мало просмотров, всё, никаких плюшек больше. За что боролись, на то и напоролись. Я же должна видеть просто, эту мотивацию-то мне тоже надо давать, правильно? Я же тоже вот такая вот, хочу быть. всё, с вами была Татьяна Любимова, девочки, я проживая ведьма. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok